Неделя детской книги проходит в Вологде. Работники библиотеки на Панкратово-75 совместно с Молодежным центром Горком-35 подготовили для малышей познавательное мероприятие «Рассказки на среда». С классической и современной литературой для детей познакомилась и Екатерина Василенко. Как звали котенка? Паска! Имя котенка из рассказа Николая Носкова «Живая шляпа» вологодские школьники знают наизусть. Помнят они детали и других произведений детского писателя. Творчество Николая Носкова стало темой «Рассказкиной среды» – мероприятие, проходящее в рамках недели детской книги. Неделя детской книги проводится уже давно, традиционно, с 1943 года. Мы в этом году решили проводить неделю детской книги, вот каждый день отмечать. У нас разные темы на каждый день. Понедельник у нас был поэтический понедельник, вторник загадочный. Мы здесь вспоминаем старые добрые книги, старых писателей, тех же Носова, Драгунского, Галявкина, Зощенко. Говорим о современных писателях и поэтах. Дети рисуют иллюстрации к книгам, сами сочиняют стихи, сами пишут маленькие рассказы, сказки. 11-летний Данил Петров стал постоянным участником недели детской книги. Рассказки на среда ему понравилось больше всего, ведь с творчеством Николая Носкова он хорошо знаком. Знаю Мишкина шляпа, замазка, огурцы и фантазеры. Они веселые и познавательные. А вот младшая сестра Данила, 9-летняя Тая, оказалась самой начитанной. Именно она ответила на самое большое количество вопросов по творчеству детского писателя. Как призналась девочка, к конкурсу готовилась весь вечер. Я вчера прочитала 10 рассказов. Мне нравятся его рассказы, Зостейника и Мишкина каша. Я съездил ребятам читать больше книг. Такие интересные мероприятия, позволяющие узнать много нового и полезного из литературы, для ребят придумали работники библиотеки и представители молодежного центра Горком-35. Нам интересна очень патриотика, культурное воспитание молодежи, координаты с учебными заведениями, волонтерство, добровольчество. Мы одновременно выполняем все эти наши цели и задачи. Мы воспитываем любовь. Любовь к родине, любовь к книгам, культурное наше какое-то достояние. Первые три дня недели детской книги уже позади. Впереди ребят ждут «Почемучкин четверг», «Журнальная пятница» и «Сказочная суббота». Школьники поучаствуют в творческих конкурсах, познакомятся с детскими журналами, посоревнуются в конкурсе по мотивам сказок. По итогам недели самые активные, самые читающие ребята получат памятные призы и подарки. И самое главное, они еще ближе познакомятся с творчеством детских поэтов и писателей, расширят свой кругозор. Екатерина Василенко, Максим Тышковец, Вологда Портал.